Юрий Владимирович Артамонов родился в 1946 году в Краснодаре. Бескрайние просторы океанов манили его с самого детства. Но стать военным моряком, как он мечтал, не получилось. Тогда Юрий Владимирович выбрал другую специальность, связанную с морем, и до сих пор не жалеет. Сразу после учёбы он отправился в Баку, а в 1972 году переехал в Севастополь, где приступил к работе в морском гидрофизическом институте. Первый мой рейс был в 70... большой, то есть кругосветка. На Вернамском это в 74-м году. Вот, кстати, в этом рейсе я впервые попал и в Антарктику. То есть Антарктика, у меня исследование Антарктики, я начал ещё при советских временах, это в 74-м году. На счету Юрия Артамонова 49 экспедиций, из которых три – кругосветные плавания. Он активно участвует в исследовании Чёрного моря, возглавляет экспедиции. Океанолог неоднократно посещал Антарктиду. В начале лета завершилась его десятая экспедиция на холодный материк. Из десяти экспедиций, наверное, это было самое, если не сказать, неинтересное, самое обыденное, я бы так сказал. Потому что там связано это было с тем, что, во-первых, мы там не очень долго были, мы там всего два месяца были. И по сравнению с теми мини-кругосветками антарктическими, где мы посещали практически все российские станции, а сейчас в Антарктике шесть российских станций функционируют, то в этот раз мы только были на двух станциях. В ходе последней экспедиции Юрий Владимирович специально по просьбе севастопольских школьников передал на станцию Новолазаревскую послание участникам российской антарктической экспедиции. Он признается, что с большим уважением относится к полярникам, которым приходится зимовать на материке. Сезонные экспедиции обычно приходят только в самое теплое время. Поэтому, рассказывает Юрий Владимирович, холод работе не мешает. Конечно, животный мир, пейзажи, айсберги, ледники, шельфовые ледники – все это, конечно, впечатляет. И вот несмотря на то, что там у меня, как вы говорите, юбилейная экспедиция, все мной, каждый раз приходишь и каждый раз умиляешь, а хочется слезу пролить. Дай Бог, не последний раз. То есть в этом смысле, конечно, сама природа антарктики, она просто берет зад. Работа океанолога и интересна, и опасна. В копилке у Юрия Владимировича немало как забавных, так и печальных историй, связанных с экспедициями. И, конечно, есть памятные сувениры. На столе у Юрия Владимировича лежит огромный кокос, привезенный из жарких стран. А рядом с ним – кусочек Антарктиды. Это вот камешек взял с кальон там в районе станции Академии Вернадский. Украинская станция. Вот там вот я лазил по этому кальону. Пытался с каждой экспедиции в Антарктиду какой-нибудь камешек привезти. Ну, вот это вот в 2002 году заходил туда. Взял, чтобы носовый был. Ну, там брали ежей всяких, но они высохли все, неприглядно били по этому. А камень вот на веках. Единственное, что расстраивает Юрия Владимировича Артамонова – недостаток молодых энтузиастов, готовых исследовать океаны. Он активно занимается воспитанием молодежи, но сетует, что все меньше молодых людей хочет выбрать стезю путешественников и мечтателей. Воспитать подрастающее поколение – вот это хочется. Потому что уйдёшь, а что, и всё это дело прекратится. Значит, надо, чтобы была достойная земля. 24 августа Юрия Артамонову исполняется 70 лет. Глядя на него, с уверенностью можно сказать, опыт отечественных океанологов будет достойно передан молодому поколению. Екатерина Решетникова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро Трунда Решетникова «Севинформбюро»